Что заставляет подростка в столь юном возрасте прикоснуться к запрещенным препаратам? Вопрос не из легких. У каждого, кто хотя бы однажды попробовал так называемый запретный плод, причины свои. Это и вечная проблема отцов и детей, и желание выделиться в своей среде, или просто не выделяться в кругу плохой компании. Однако попробовав один раз, можно незаметно для себя стать по-настоящему зависимым, что чаще всего оборачивается для молодого человека плохим исходом. Самая, наверное, существенная причина – это незанятость, неинтерес к жизни, к учебе и зависимость от мнения окружающих, их подростков. Если подростку неинтересно в школе и плохо дома, он обязательно пойдет в подвал, и там будет делать то, что ему скажут окружающие или лидеры молодежные, потому что иначе он оттуда будет изгнан. А если ему больше некуда идти комфортно, кроме как в тот подвал, он будет там. Явление прозелитизма, стадности. Интерес. Это подростковый возраст. Подростковый возраст, он такой особенный, что все, что запретно, то сладко. Поэтому чем больше говорят, что это нельзя, тем больше вероятно, что несовершеннолетний ребенок это обязательно сделает. За последние полгода по Брестской области количество наркозависимых подростков в возрасте от 11 до 17 лет составило 79 человек. Цифра немаленькая. Причем это только те молодые люди, которые стали на учет и желают получить необходимую помощь, которую им оказывают наркологические службы. Приходит часто. К сожалению, в последние полгода, год, в случае обращения, как родители, так и детей, они участились, к нашему большому сожалению. С другой стороны, хорошо, потому что люди знают, приходят и просят помощь. Жаль, что это происходит в последний момент, то есть когда уже ситуация довольно-таки серьезная, и выносят деньги, и уже какие-то мотивации в плане учебы, и отношения с родителями, они, конечно, очень где-то стоят уже на последнем месте. Но всячески пытаемся их как-то реабилитировать и привести в нормальное состояние. Проблема наркомании, к сожалению, актуальна во всем мире на протяжении многих лет. В Брестской области создаются все условия, чтобы лечение наркозависимых подростков проходило на высоком уровне. Реализуются программы по реабилитации, открываются специализированные оздоровительные комплексы. Особое внимание уделяется профилактической работе. Возможно, благодаря такому большому комплексу мер наш регион имеет довольно низкие показатели по сравнению с другими областями республики. По количеству наркозависимых молодых людей. Скажите, а вы проводите такие статистики между областями? Какой области, допустим, больше зарегистрированы? Ну, это подводятся республиканские итоги, да. Брестская область где-то по этой статистике располагается ближе к концу. Первое место там занимает Минск, Минская область, Гомельская. Мы не в числе лидеров, счастье. София Бережная, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.